Обвиняется в гибели дочери. Перед судом предстанет жительница Камешковского района. По версии следствия, в начале августа с шестилетней дочкой она пошла на колодец за водой. Там оставила девочку, а та забралась на край. Потеряла равновесие и упала в воду. Спасатели достали уже бездыханное тело. К слову, соседи не раз замечали, что малышка забирается на край колодца и заглядывает внутрь. И говорили матери, что дело может кончиться бедой. Но та не реагировала. В результате мать будут судить за причинение смерти по неосторожности. Сдай кровь, спаси жизнь пострадавшего в ДТП. Владимир присоединится к всероссийской акции «Автомото-донор». Она пройдет с 5 по 9 октября. По данным ГИБДД, в нашем регионе за прошлый год произошло более 3000 ДТП, в которых почти 450 человек погибли и около 4 были травмированы. Многим из них потребовалось переливание крови. Врачи и инспекторы призывают людей не оставаться равнодушными, ведь каждый донор может спасти чью-то жизнь. Желающих принять участие в акции ждут на Владимирской станции переливания крови по адресу улица Студенческая, дом 5. На три недели из Германии в Россию студенты Института иностранных языков и зарубежного страноведения Университета Эрланген-Нюрнберг прошли стажировку во Владимирском Госуниверситете. Большую часть времени они изучали русский язык, а в перерывах осматривали достопримечательности. Побывали немецкие студенты даже на концерте, посвященном Дням цыганской культуры. А в феврале на стажировку в Германию отправятся наши студенты. И скоро в домах владимирцев станет теплее. В соответствии с поручением главы администрации города Владимира Андрея Шохина подписано постановление о начале топительного сезона. Батареи в домах жителей Владимира начнут теплеть в понедельник 5 октября. Отопление будет включаться поэтапно в течение нескольких дней.